Очередная горячая точка на израильских границах. Теперь это Синайский полуостров, откуда боевики ИГИЛ обстреливают территорию еврейского государства ракетами. Армия отвечает им ударами с воздуха о войне, которую Израиль ведет на территории Египта, расскажет наш ближневосточный сапкор Сергей Ослендер. Очередной обстрел. На этот раз боевики целились по южным населенным пунктам Израиля. Две ракеты, выпущенные из Синайского полуострова, разорвались на открытой местности. Никто не пострадал. В ответ израильский боевой дрон обнаружил и уничтожил расчет боевиков. Это оказались террористы из организации Вела Аят Синай, или провинция Синай, отделение исламского государства в Египте. Именно они 8 февраля обстреляли израильский курортный город Эйлад. Тогда сработала система железный купол. Она перехватила над городом три ракеты. Осколки одной из них упали в бассейн гостиницы. Израиль не может позволить себе не ответить на обстрел собственной территории. Это политика Израиля на всех фронтах, в принципе, и на севере, и, как мы видим, теперь и на юге. Вложившиеся ситуации на Ближнем Востоке в Египте тоже не очень расстраивается из-за таких действий Израиля. Не расстраивается, это еще мягко сказано. Каир давно приветствует участие Израиля в необъявленной войне против ИГИЛ. И тут интересы двух странцев пали просто идеально. Египту нужно навести порядок на полуострове, давно облюбованном туристами. А Израилю совсем не нужен еще один террористический анклав у себя на границе. Поэтому в прессу давно просачивались сообщения о том, что израильская разведка собирает данные о террористах и передает их египетским военным. А военно-воздушные силы регулярно наносят удары по скоплениям боевиков. Официальный Иерусалим, конечно, все эти сообщения не комментирует. Израиль сейчас активно укрепляет южную границу, чтобы предотвратить прорывы боевиков. В Синае, как это было в 2011 году, тогда погибли несколько израильтян. Кроме того, Иерусалим дал разрешение на увеличение египетского военного контингента на полуострове и ввод туда бронетехники. А это было категорически запрещено мирным договором между двумя странами. Но ввиду сложившейся обстановки этим пунктом договора решили пренебречь. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.